В связи с Остиной и уже есть заявление по вооружению, тогда возникает вопрос, а в связи с тем, что деньги-то не выделены на эту войну, как вы считаете, есть какие-то подвижки за прошедшую неделю на капиталистском холоме в части демократов, республиканцев? Как вы думаете, когда этот вопрос сдвинется с мертвой точки до жизни? Потому что сегодня информация из Киева какая? Бару-припасы даем, ракеты даем, не очень базировано, потому что деньги не законтрактованы на ближайший год. Ну, я как раз повторял, есть математика, есть три четверти республиканцев, которые выступают всегда голосуют за поддержку Украины. То есть, вот эта трамповская... У нас два врага. Вот эта левая демократическая партия, но пока она больше враг скорее даже для Израиля, чем для нас. И даже не трамписты. Ну, например, тот же спикер Майк Джонсон. Он трампистом считается, по многим вопросам он поддерживает Трампа. Но он категорически не согласен с Трампом по Украине. И он тоже повторял все те же наши с вами тейсы, когда ему сказали, что вот как хорошо, что вы поддерживаете Израиль, помощник, и он сказал, как так, мы не можем не поддержать Украину, и, во-вторых, дальше по тем же Телесом Байдену, что если мы не поддержим Путин, пойдет дальше, нам придется поесть крови. Блокируют процедурно, дважды сорвав голосование, дважды навязав новые выборы спикера, десяток сумасшедших трампистов. Они не решают. Ну, они могут затянуть процедурно, но все равно Америка же не может остаться без бюджета. По всем расчетам, до Рождества, в течение этого года, тот или иной бюджет будет, потому что сейчас проголосован бюджет до 15 января. Я все время же говорю, в течение двух лет, когда какие-то бесконечно навязывались дискуссии о Лонд-Лизе, не обращайте внимания на деньги, обращайте внимания на маникватору изделий. Деньги, как американцы, по какой статье своей богатери они оформят, это их дело. Они все равно всегда найдут эту статью. Я вам утверждаю, как знаток американской политической жизни, не могут они оставить себя к Новому году без бюджета. Тем более, что поддержка Украины – это не однопартийный вопрос. Все время лидеры республиканской партии, они все время обращаются с письмами к Баймену о том, что недостаточная поддержка Украины и так далее. Никакого. Еще раз, на голосование вопросы будут поставлены, а за Украину всегда голосуют три четверти членов парады представителей. Андрей Андреевич, у меня есть еще два вопроса. Один касается внутренней российской политики, к этому давайте вернемся попозже. А сейчас все-таки поговорим еще по поводу визита по США. Тут есть мнение такое, что сейчас Байден договорился с СИИ. Они нашли взаимопонимание в части того, что война на Тайване не будет начата. Далее есть мнение, что с Хамасом Израиль разберется достаточно быстро. Ну и, соответственно, со следующего года, или, может, и ждать никто не будет, все усилия и ресурсы, и оружие, и материальные, как раз и будут брошены против российских нацистов. Вот, как вы считаете, может так быть и видеть ли вы еще какие-то такие важные точки, которые касаются Украины и, может быть, Европы в целом, после встречи товарища СИИ господина Байдена? Ну, основная точка, основная точка, что СИИ потерял интерес к участию в Четвертой мировой войне. Он зачем? Он же подтолкнул Путина, он подтолкнул Иран. Вы помните, он сделал очень большую услугу Ирану несколько месяцев назад. Он поменил его с Саудовской арабиной. Ну так, конституционно поменил. Это очень важно было. Он подталкивал их к мировой войне, потому что только в условиях поражения Соединенных Штатов и нанесениям громадного ущерба он мог спокойненько взять Тайвань уже без всяких разговоров. Он убедился, что этого не будет, что ни Украина, ни Израиль не проиграют. Поэтому Ашан дать свой будет теперь за Путина и за Иран, теряя, разрушая свою экономику. И товарищи объяснили ему, ведь он нарушил не только заветы товарища Денциапина в отношении преемственности власти. Он нарушил совет товарища Денциапина, что нужно нам на ближайшие сто лет обеспечить поток американских инвестиций и американских технологий. Для того, чтобы, а, вывести из нищеты миллиард китайского населения, что они сделали, и, б, технологически развивать наше государство. На этом пути Китай достиг фантастических результатов. Он гораздо больше, чем Советский Союз, который пытался достигнуть уровень Соединенных Штатов. В Китае сейчас, конечно, почему он приехал? Понимаете, кстати, вот эти все разговоры, которые популярны в Америке. Вот смотрите, Китай догоняет американцев. Догоняет, посмотрите, как у него рост. Это примерно такие же разговоры, как в 30-х северных годах. Смотрите, Советский Союз вот-вот догонит. У него там 12% роста. Это все, все эти ДНП, это все очень условные показатели. А если бы, как может быть Китай догнать, если бы выяснилось, что он приехал просить финансирование и просить технологии? Да, они были связаны, они связаны как сиамские близнецы. Но не американцы приехали просить китайское финансирование, а наоборот. Поэтому соотношение в этой паре, оно довольно четко определилось. Это симбиоз, они нужны друг другу. Но оказалось, что Соединенные Штаты нужны Китаю гораздо больше, чем Китай Соединенных Штатов. Вот это большой урок для Китая на ближайшее десятилетие. К этому будет заниматься собственным развитием. А вот эти мировые войны его уже не интересуют. Это очень важно для нас, для всех. Но я бы поспорил, к сожалению, с одним вашим тезисом, что... Да, с Тайвань ничего не будет, с Хамазом, с Израилем так просто до конца года не кончится. Не кончится, потому что надо будет кончиться, когда придется разобраться с Казбовой и после этого разобраться с Ираном. И это затянется надолго. Поэтому я снова... Возможно, господинозность сегодня тоже на эту тему выскорится. А я бы еще раз напомнил вот эту фразу на ПРС-конференции, что мы сам одержали, и нам схватят ресурсов, после чего выигрывают две войны. И в Украине, и на Ближнем Востоке. Война на Ближнем Востоке... Я даже считаю, что война на Украине закончится быстрее, чем на Ближнем Востоке. Война на Ближнем Востоке. Поставки вооружений. А там серьезные задачи, которые будут... Не только военные. Да, там разные вещи, понимаете. Ну, во-первых, там недаром же... Вот мне недаром же Байден подчеркивает, что украинцы-то молодцы. Нам солдат не придется тратить. Он понимает, что в Израиле придется... Ну, я не думаю, что так много солдат тратит на залпы военностов. Но придется участвовать непосредственным путем в военных действиях. Тут проблема для Байдена даже не столько потери. Американские военнослужения, они будут минимальны. Американские военнослужения, они не будут нигде не высаживаться. Ни в Иране, ни в Лиране. А вот это сопротивление, вот это все левые дикые шоблы, оно будет еще более сильным, конечно, когда американцы... Поэтому я вот поступал, подсказывал своим, пытался израильским друзьям. В первые дни американцы были без разговоров готовы на совместную операцию по Хазболе. А сейчас за Байден это политический бой сложный. Поэтому вот не надо строить иллюзии. Там, на Ближнем Востоке, а все это быстро не отделаться. Американцам придется в этом активно участвовать. Но, как их руководители подчеркивают, неоднократно это ни в коем случае не скажется на задачу поддержки Украины. Ну, нам немножко все-таки разные вещи нужны. Нам не нужны авианосцы, нам нужны истребители Ф-17. А в Израиле все летают на F-35 давно.